Всем здорова, мои дорогие видеозрители! И сегодня с вами, как всегда, Герман. И мы продолжаем с вами задротить, так сказать, в русскую рыбалку 3.6. Ну, это вторая серия у нас уже. Давайте пойдем опять на наше тайное место. А, кстати, нет, погодите. Рыбу, рыбу, рыбу. Вот. Вот какую рыбу надо продавать по объявлениям. Карп. На карпа нам пока идти не резон, денег у нас мало. Так что мы идем на тайное место. И, кстати, мне вам очень много чего надо рассказать еще. Что произошло. Звук, походу, надо сделать чуть-чуть потише. А то что-то сильно громко. Так, настройки. Звук. Вот, вот так. Или нет. Лучше сейчас в наушниках чуть-чуть убавлю. Вот. Нормально. А то... Нифига себе, нифига себе. Вот это поклевки. Так. Так, как я уже говорил в предыдущих сериях. Ну, имею ввиду, в 3-0 рыбалке. Как вот так вот быстро вытягивать рыбу, закрывать садок и сразу же забрасывать удочку. Не клацать вообще мышкой. Когда вытягиваете рыбу, нажимаете на пробел. Это как бы заброс. Заброс не действует, а закрывается просто этот какой. Ну, окно садка. И на буковку Т, английскую, она закидывает, короче, удочку точь-точь в то же место, куда вы закинули мышкой. И так всегда. Ну, когда на Т нажимаете. Кто не знал. Так, что новенького произошло? Ничего, я в ней видео не играл вообще. Мы с вами сразу же продолжаем. Как вы видели, с меню началось. Я только что зашёл. И мы с вами продолжаем вторую серию. Я надеюсь... Так. Нет, это не то. Так, что у нас тут? Карась серебряный. Какой карась выпускать? Карася какого? Я вот не помню. По-моему, вот этого карася. Давайте выпустить этот вид. Давайте глянем карму. Что, карму вообще не дали? Круто. Давайте тоже выпустим вот этот вид. Водоросли выпустим, они. Так, они нам не нужны. Золотого карася, по-моему, тоже надо выпускать. Выпустить этот вид. Вот карма 18 сразу дали. Давайте посмотрим. Вот мой профиль. 18 карм. Обычный рыболов. Любимая рыба карась. Ночью всегда поклёвки похуже. Поэтому тут даже удивляться не стоит. Так. О чём я хотел ещё рассказать? Во-первых, многие из InstallSoft говорили, что хотят сделать рыбалку, который, ну, где погода, вся фигня будет влиять на клёвки, что разряд вообще. Вот, кстати, вспомнишь говно, как говорится, но, ну, хотя это не говно, это круто. То этот, как бы, разряд не будет влиять на количество поклёвок и на зачётную рыбу. Но, так как этот, так, амазонка... Это у нас рыбалка ТИИ-6, и они больше не выпускали. Вот в этой рыбалке как раз-таки, как и всегда, разряд влияет. И поэтому нам надо тут, на этом месте набрать, как минимум, по-моему, шестой или пятый разряд. И потом продать немного рыбы с серебряного карася. И дальше я посмотрю на форуме, что надо делать. Но я, в принципе, знаю, где тут карпов можно половить. Но карпы меня как-то не сильно устраивают. 200 рублей за объявление. Ну, не знаю, посмотрим, как что будет. Но карпы, правда, мне как-то сильно не устраивают. Какие-то они такие, не такие. 200 рублей нормально, согласен. Ну, столько карпов выловить. Они плюс еще снасти изнашивают. Да, изнашивают, так будет, правильно сказать. И все это ломается. И оно, в принципе, как бы практически... Не, ну оно окупается, но не очень много так. Поэтому я считаю, лучше, например, половить зачетных там платву или красноперку. Вот хотя бы там за сутки, за игровые штук 6. Вот так вот. Ну, это так нормально. И там уже по полторы тысячи, думаю, уже заплатят. Намного лучше, я считаю. А все остальное рыбу пускать для кармы, которая будет это... Даже лучше, мне кажется. Вот ночью, как всегда, не клюет вообще. Хм. Так. Оба, на открыт новый турнир. Великое озеро. Ой, зачем я с него нашел? Великие озера. А, на рыбалонной базе, так, стартут новый турнир организаторы. Ну, понятно. Максимальный вес, нифига себе. Ну, ладно, нам не нужно. Ну, как вы уже видите, тут много что поизменялось. Ну, как интерфейс, имею в виду, поменялся. Ну, интерфейс можете и вы сами поменять. Но меня, вроде как, все устраивает. Я менять ничего не собираюсь. Ну, зачем? И так все хорошо. Что тут? Ну, нового добавили. Это удочки. Потом добавили базы, дома. Но самое, что я хочу в этой рыбалке, это нормальные снасти и поехать попробовать половить на новых озерах. Там крокодила, потом рыбу-меч, акулу. Ну, еще разные там всякие-всякие-всякие рыбы. Новые разновидности рыбы. Которые были недоступны в ловле. В рыбалке 3.0. Но сейчас они доступны именно вот в этой рыбалке. Мне это нравится. Еще, что хочу сказать. Этот как он? Люди, которые снимают русскую рыбалку. Как я вам говорил, я нашел вообще мизерное количество видео. И там с музыкой большинство все. Никто не выкладывается своим голосом. Я не знаю, они боятся своих... Нет, я понимаю, да. Я лоцплеер, я видеоблогер. Я снимаю... Я снимаю... Ух ты, водоросли. Ну, лучше бы, конечно, рыба. Я снимаю для видео. И я как бы не боюсь говорить на камеру. Ну, вообще говорить. Но вообще, очень много людей я так смотрел, боятся говорить на камеру. Вот так вот разговаривать. Ну, как бы на видео, не знаю. На камеру это как бы тоже, знаете. Когда камера записывает, и ты разговариваешь, как бы все равно так скованность какая-то есть. Даже у меня, хотя я в интернете есть, на моем канале YouTube уже выложены туториалы по спорту и мои достижения в спорте. Но все равно, когда как-то рассказываешь и смотришь на камеру, которую человек тебе снимает, как-то все равно, ну, есть такое ощущение, как бы боязнь камеры немножко. Но она проходит со временем, но все равно, как бы поначалу есть она у всех. И вот главное, мы отклонились с вами от темы, у людей почему-то вот голоса вот нету в видео, и боятся что ли, не знаю. Ну, ловишь ты, например, там показано вот видео, и как я говорил, 6 минут идет, он там вываживает там какую-то там рыбу там. Ну, почему бы эти 6 минут там, например, не поговорить со зрителями, там мне сказать, например, вот я ловлю так-то, так-то, ну, я считаю, это самый там, например, хороший вариант для ловли. Я бы еще посоветовал там половить, там половить, на то, на все, вот так вот, нахлыстом, к примеру, половить донкой или поплавком. Ну, блин, не знаю, что так люди делают, потому что, наверное, боятся все-таки говорить на камеру, и поэтому... Либо у них с голосом проблемы, какой-нибудь там, я не знаю, снимает какой-нибудь шкалата катара, которому лет 9 он там взломал русскую рыбалку, там посмотрел рыбы, какие ловятся там, по форуму, где, ну, знаете, смотрите форум, есть люди, которые прям пишут, где ловить, а есть просто написано, например, на этом, на этой локации обитает такая-то рыба, и, например, этой рыбы там больше всего, и вот, смотришь на куры, ну, что эта рыба любит, ну, там, например, не знаю, раковую шейку, и давай ловить. А, кстати, я же вчера попробовал, ну, скачал новую рыбалку, называется Атомная рыбалка, онлайновская, кстати, попробовал поиграть. Блин, народ, ну, это такой кал, ё-моё, я отвечаю, интерфейс непонятный, есть донат в этой рыбалке, и ещё какая-то фигня. Не, я понимаю, сейчас меня фанаты этой рыбалки начнут засирать, как всегда, я что-нибудь скажу, меня начинают срать в комментариях, но, блин, это реально, это такая хрень, лучше уже играть в... Да, 3.0 это вообще такая офигенская рыбалка, я даже не знаю, с чем сравнить. Кто, наверное, играл в рыбалку, вот, версии, вот, 2.0, вот, 1.2, вот эти самые первые. Я лучше буду играть в 1.2, чем буду, хотя там багов дохренища, извиняюсь за выражение, за такое, ну, правда, лучше я в 1.2 поиграю, или в 1.5, но я не буду играть в Атомную рыбалку, это кал, я вам отвечаю, так что, лучше даже не устанавливайте её, это такая хрень, это вообще. Мало того, что там рыба очень медленно клюет, так там ещё и, ну, бред вообще полный, даже не знаю, как там люди могут играть. Так, самое смешное, там есть донат, и, наверное, кто-то ещё донатит. И там спрашивал у кого-то там поцикам, он сказал, что этот, дальше без доната в неё, типа, играть, а там первый уровень, или там какой это был, не знаю. Дальше без доната играть нельзя, там всё такое, там как-то по-тупому всё, не знаю. Считается что-то количество рыбы выловлено, это что-то там определяет, ну, бред вообще полный. Так что, это хрень полная. Да давайте, блин, уже. Чё, водоросли? Водоросли мне не нужны. Их есть нельзя. Выпустить. Что можно сделать в этой рыбалке? Всё то же самое. Пожарить, закоптить, засушить, приготовить уху. Ммм, потом что? Внести запись. Ну, тут уже пофиксили. И приготовить отвар. Чтобы сварить освежающий отвар, нам нужна зачётная рыба следующих видов. Ауха, а что такое свежая, сейчас пошёл делать. Ауха, верхугляда, глубины щука, калуга, кижуч, линь, лососька, списки. Вот это вообще жесть, да? Вот, чёрный, чёрный амур. А, кстати, для выбора сделайте этот. А чёрного амура ловить нельзя, там за него дрючат. Я так сказать. За то, что вы его ловите. Потому что его вообще нельзя нигде ловить, он занесён в красную книгу. Не знаю, как в реале, а вот в этой рыбалке подсак нужно использовать. Понятно. А вот в рыбалке нельзя ловить. Да блин, вот сейчас 4 утра будет. Нормально. Крас посветлеет. Не, вот всё равно, вот... 2D графика как-то она... Не знаю, честно, вот я бы, например, в рыбалку добавил эти... Как их называют? Забыл, забыл. Знаете, вода... Вот вода анимацию такую небольшую имеет. Забыл, вот. Правда забыл? Как она называется? Точно. Ну, я бы их добавил. Чтоб хоть какая-то анимация воды была, потому что, ну... Ну, правда, ну, стыд. Вообще-то, картинка. А с анимацией воды было бы красиво. Ещё я ни разу не видел ни один нормальный симулятор зимней рыбалки. Вот что меня ещё чуть-чуть поднапрягает. Не, я понимаю, например, если ты где-то живёшь в тёплых краях, то... И этот такой... Ну, зима тебе не помеха. Ну, там нет зимы, там температура падает, я не знаю. Да минусовая даже не доходит. Там, по-моему, 10 или 5 градусов, это самое холодное. И всё. Это, наверное, насколько только может быть холодно. В остальном там везде тепло. И вот почему бы не сделать зимний... Нет, есть какой-то симулятор. Вот я, по-моему, не играл. Чуть-чуть тоже так. Но оно тоже такое тупое. Так оно всё коряво сделано. Вот рыба пошла вообще клевать за чего-то. Нормаляк у нас всё, нормаляк. Не, местечко тут прикольно. Рыбка идёт, как вообще не знаю кто. Ну, сейчас она перестала идти. О, надеюсь, это рыба. Да, это рыба, это не водоросли. Кстати, тут-то в этой рыбалке насчёт... У-у-у, сейчас вам скажу. Натяжение лески и износа снастей. Тут с этим всё довольно серьёзно. Серьёзно в каком плане? В том, что если вы чуть-чуть дотягиваете до жёлтого... Ну как, чуть... Вот где-то середина жёлтого. И вот вы дотягиваете. Снасти сразу ломаются. До красного, по-моему, чуть-чуть доходит. Всё. Снасть может упасть вот от 100% до 9%. Ну, по крайней мере, вот такие удочки. Уже испытано. Помню, что-то мне... Ну, вы же так же все просили, что-то рыбалку, рыбалку. А мне... Ну, просто не хотелось как-то играть уже. Ну, в 3.0. Потом я наткнулся вот на форуме на эту рыбалку. Как-то зашёл тоже как-то неохота. Ну, так нехотя поиграл. И вот от удочки все просто пополомал. Ну, так по всем местам. Местам так быстро пробежался. И вот тут я их сломал. Ну, так вот, да. Дотянулся просто. Просто уже как-то не в кайф было играть. А потом что-то вот на днях... Мне так захотелось. Думаю, надо как-то поснимать лоссплей на рыбалку. Потому что, во-первых, она у меня как-то была популярна. Там хорошо просмотры набирались. Да и люди много, кто писал насчёт рыбалки. Да, и уже как-то... У меня 200 уже подписчиков. Это, кстати, 200 людей уже смотрят меня. Это очень приятно. Может быть, кто-то не смотрит. Кто-то смотрит. Ну, это дело вкуса. Кто-то просто так посмотрел, что ему понравилось. Он просто подписался. Думает, ну, это мне 3 видео буду смотреть. Ну, не все подряд. Ну, меня, в принципе, устраивают люди, которые меня смотрят. Пусть 200 подписчиков это как-то немного, но уже хоть что-то. Напоминаю, что сегодня 19 число, 19 декабря 2012 года. И то, что серия будет укладываться заранее. У меня вот 200 подписчиков. Я рад уже этому. Подкаст я делать не стал. Подкаст я сделаю, когда будет 500 подписчиков. Потому что я не считаю делать правильно. Делать очень часто подкасты, когда говорить не о чем. И мне вообще есть о чем сказать, но в подкасте лучше. Я все скажу. Ну, когда будет 500 подписчиков. Да ё-моё, чё за фигня. Неплохо, неплохо вообще идет. Хорошо клюет. Да, блин, а. Что ж оно так расклевалось. Я хочу сюда глянуть. А вот в онлайне... Ну, только не в этой. Вон, катушка, смотрите сразу. 4%. Как вы видели, чуть-чуть... Вот, чуть-чуть за желтую зашло, все сразу 4% износа. Так что за желтую заводить даже и не стоит. Вот такие вот пироги. Пироги, пироги. Блин, уже как-то тут поднадоело рыбачить. И денег нет. Он уже хочется куда-то в другое место. Денег побольше надо. Наверное, в этой серии сейчас еще несколько минут с вами порыбачим. И потом со следующей попробуем купить с Настей чуть получше. Продать всю ту рыбу, которую мы наловили. И... Оба, ночью приманка закончилась. Давайте на червя. Хотя нет. На червя это бредовало. Давайте вот карась золотой. Мы выпустим этот вид. Водоросли. Мы тоже выпустим этот вид. Обычный карась. Выпустить этот вид. Карась серебряный. Ну, это денег мало. Вообще-то тут рублей 500, наверное. Вот, смотрите. Да, вообще тропаль. 700 рублей дали. Ну, мы округлились с вами чуть. Это маловато. Вот можно язя половить. Вот сиамский карп. Вообще-то не хочу сиамского карпа. Давайте так. Извиняюсь, это у меня стулка. Вы, наверное, слышите. Она у меня конченная. Нужны снасти. Вот на 5 кг, я думаю, будет нормально. 200 рублей. Я думаю, надо купить одну снасть. Но за 500 рублей это много. Давайте купим вот на 5 кг. Так, а спиннинги что у нас? Я все равно ловлю на донки. Вот. Давайте купим лучше спиннинг. Вот сколько поплавочное стоит? 500. За 6 кг. А мы спиннинг купим за 500 на 14. Вообще ништяк. Давайте купим. Один. Так. Катушки. Так, катушки. Катушки-катушки. 25%. В принципе, катушки много не значат. Давайте возьмем за 300 рублей 20%. Но ее хватит. Вот леска. Удочка у нас на 12 кг. А леску мы возьмем на... Давайте на 10. Пусть лучше порвется леска, чем сломается удочка. Так. И донку. Донку, чтоб не спадало. Мы не будем вот такую галимую брать. И такую не будем. Мы возьмем, наверное, вот вот такую донку. Тут есть еще покруче. Но мы покруче брать не будем. Возьмем у нас 380. Хотя, может быть, не стоит взять за... Ладно, давайте возьмем все-таки эту. За 140. И наживки. А вот наживки я не помню, что надо. Так, правда, что-то я не помню. По-моему, тесто надо. А денег у нас мало. Ну, давайте посмотрим. Так, горошек, бойл, картофель. Сначала купим манки. Манки еще купим. Две штуки. Ой, кстати, купим еще катушку. Вот эту конченую. И... Так. Ну, сейчас я быра гляну на форуме и вернусь. Народ, я вернулся. И я знаю. Так, манки я-то купил. Надо купить... Все правильно, надо купить этот... Тесто. Ё-п-р-с-с-т. Так. Это я алфавит, чтобы найти наживку. Давайте две штуки купим. Продукты. У нас хлеб есть. Ну, лучше набрать еще еды. Кстати, вот это мы будем с вами, когда у нас будут деньги покупать. Эликсир опыта, потому что надо будет прокачаться. Теперь. Все у нас отлично. Давайте на этом закончим эту серию. В следующей серии мы пойдем с вами ловить карпов и карасей. Всем огромное спасибо, кто меня посмотрел. С вами был Герман. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте, самое главное, пальцы вверх. Подписываться это тоже самое главное. И оставляйте свои комментарии под видео. Какие-то подсказки, какие-то советы. Что вы об этом думаете. Нравится вам эта игра или нет. Ну и все такое. Всем огромное спасибо, кто меня смотрел. Ну и до свидания.